Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас в гостях Виктор Тропченко и Лада Кулыгина. И мы будем играть в интересную игру «Садовые герои». Шутка на самом деле. Просто хотел напомнить, что у нас до сих пор в Европланте продается замечательная авторская игра, разработанная еще совместно с Леной Поляковой, Натальей Самойленко. Прекрасная штука для всей семьи. Игра не только интересная, но и полезная, содержащая в себе массу информации. Я думаю, что вы оба играли в это. Мы не раз это делали с семьей, потому что это очень увлекательная штука. И не грех лишний раз напомнить, что у нас еще осталось энное количество этих игр. Вы можете их заказать для наших зрителей. У нас будет специальный промокод и ссылка в описании. Вы можете заказать эту игру. Ее доставят вам по почте. И вы сможете поиграть в нее. Минутка рекламы закончена. А теперь, господа, к делу. Как я анонсировал ранее, мы хотим продолжить замечательную тему живых изгородей. Перейти плавно к живым изгородям. К замечательным лианам. А лианы у нас есть что поговорить. Мы рассмотрим их как живые изгороди, как отдельно растущие растения. Сегодня у нас два эксперта, поэтому будут два разных мнения. Это всегда хорошо. В споре. Можно я тебе расскажу. Они не могут быть отдельно растущими растениями. Потому что лианы всегда должны опираться на какое-то другое растение. Опору или землю. И поэтому живые изгороди из лианы, это скорее способ украсить забор. Нежели сам по себе забор. Ну вот это важно. Это важные нюансы. Которые не должны вводить в заблуждение. Я понимаю. Я же здесь просто ведущий, сидящий для красоты. У меня есть собственный садик. Я, между прочим... Послушался моего дурного, вредного совета. По мнению Лады. Могу сказать, что я являюсь коллекционером лиана. У меня в саду растет девичий виноград, хмель, актинидия коломикта, актинидия аргута, гортензия черешковая, жимолость каприфоль, лимонник. Я считаю, что у меня неплохая коллекция. Так что у меня будет что сказать. Без сомнения. Как у владельца вот этого всего. Они просто... Человек, который пришел, посадил людям. И они там мучаются, может, гордами. Ну ладно, конечно, нет. Если правильно сажаешь, то и не будут мучиться. Да, не будут мучиться. Давайте пойдем вот прям по списку. Начнем с самых таких сильных представителей. Лиан, как мне кажется... Да, я забыл. Еще Древогубец же. Любимый ему древогубец. Вот Древогубец и девичий виноград. Начнем с самых рослых, мне кажется, Лиан. Что вы можете о них сказать? Во-первых, годятся ли они для забора, чтобы декорировать забор, как ты правильно выразился? Нет. Нет. На мой взгляд, нет. Да, я полностью согласен. Ну, потому что если у вас забор крепкий, каменный, тогда можете использовать легко. Если у вас деревянные есть плашки, если у вас сетка рабица, если у вас 3D-сетка, то есть конструкции не очень массивные и долговечные, и тогда эти Лианы не подходят. Потому что они отличаются очень мощным ростом. То есть они могут сидеть, вы когда сажаете эти Лианы, и они кажутся очень маленькими такими, и они тормозят, и года 3 они наращивают корневую систему, но потом начинают давать мощные приросты, и с каждым годом они увеличиваются, увеличиваются и увеличатся. Поэтому если мы используем, хотим использовать древогубец и девичий виноград, то для них должны быть обязательно металлические опоры. Это должны быть либо каменные какие-то вещи, потому что Лианы мощные, у них древеснеют их побеги, они дают очень много дополнительных побегов, и набирают большую массу, которую трудно удержать. Годовой. Да, годовой прирост. И потом они, если вы сажаете к забору, они потом его переползают и начинают у соседей уже там. И тогда вам рано или поздно придется взять какой-то инструмент, и там уже не просто секатор, а мачетто какой-то надо брать. Пока не получили по башке от соседей. Да, потому что годовой прирост крупных Лианы – это несколько метров, и это действительно будет проблемой со временем. Ну, на дом, да? На дом же можем мы посадить? На дом, но, наверное, все-таки нужно смотреть, из чего сделан фасад дома. Опять же. То есть он должен быть достаточно прочным и способным удержать многокилограммовое, а то и, наверное, несколько сотен килограмм веса массу побегов и листвы. И поэтому я знаю, что часто при проектировании в Европе и Америке домов современных, особенно в городе, они используют специальные конструкции для опор. То есть это не просто посадили, а оно куда-то полезло. То есть неплохо бы просто прислонить к стенке, но еще и создать к стенке опору. Если вы сажаете ее, к примеру, около стены дома, но сделаете эту опору не из веревки, а, скажем, из металлического троса, закрепив его каким-нибудь миниатюрной винтовой сваей снизу и сверху за действительно крепкую часть конструкции дома. Не просто за облицовку, не просто за навесной фасад. Да, да. И не надо их высаживать там в больших количествах. То есть одна лиана, это огромное растение. То есть оно соразмерно дереву, примерно, по массе. Не частичь. Нет, в принципе, стандартная форма жизни лиана, я имею в виду, особенно в случае крупных, это растение, которое использует деревья как опору. То есть в любом случае, если мы берем любую лиану, растущую в лесу, то она должна достигать той высоты, которая позволит ей залезть на высоту кроны дерева и там уже получать свет. Солнце, да, конечно. То есть 10-20 метров, легко. Да, древогубц не просто назван древогубцем, вероятно, какие-то погубленные деревья. 10-20-30 метров тропические лианы могут достигать. По-моему, были какие-то описания со 150 метров длиной. Ну, в общем... Вот у древогубца, я знаю, у него есть, кстати, интересная особенность. Он может видеться сам на себя. То есть ему даже не обязательно нужна опора. Это многие лианы делают. Это все лианы делают. Но в любом случае, рано или поздно, он все равно под собственным весом уйдет вниз, потому что стебли лиан достаточно мягкие и пластичные. И они все-таки не настолько прочные и жесткие, как у деревьев и кустарников. Нет, они делают опору. Они одревесневают потом сильно. Вот. Но вот это потом уже... То есть там реально нужна пила, чтобы потом с этим разобраться. Отпилить. Ну, то есть лучше на это не рассчитывать. Не рассчитывать, да. Ну, то есть вы должны понимать, что это мощная лиана, которая прям с каждым годом будет становиться сильнее и сильнее. И всегда проблема в их обрезке, потому что вы никогда не знаете, что вы режете на самом деле. Если вы, когда обрезаете дерево или кустарник, вы можете легко понять его структуру, то разобраться в этом мотке проволоки практически невозможно. Невозможно, да. И поэтому эти лианы крупные, и их нужно бы... Ну, то есть их лучше использовать как раз для городского озеленения. Я бы их использовала у нас в Санкт-Петербурге. Очень часто люди высаживают в наших дворах, закрытых колодцах. У нас очень много стен таких глухих баронтмауеров, и на них прекрасно смотрятся все эти девичьи винограды, и они являются украшением, и это отличный такой вариант. А вот на Крестовском острове есть высажен киркозон и древогубец. Киркозон, да, я ставлю на десерт. На металлических опорах он там выращивается, и на фонарях, на столбах там. Следующая лиана, которая меня интересует, она совершенно прекрасна, это актинидия, потому что, во-первых, она не только красива, но еще и дает плоды, чтобы она слаживает. С ней тоже сложно справиться. Она достаточно раскидистая, то есть ее сложно контролировать. То есть она, конечно, не такая большая, как... Подожди, ну, во-первых, давай определимся. Актинидия все-таки у нас используется в двух видах. Это коломикта и аргута. И заостренная аргута, да. В основном коломикта, как правило. Коломикта, она, ну, мне кажется, скромнее себя ведет. Вот, да, она... Они меньше размером, чем девичий виноград или древогубец, без сомнения. По крайней мере, в нашем климате. Ну, я бы не сказала. Они ведут себя примерно так же, как киркозон и древогубец. У них также одревесневают их побеги. И потом с возрастом они становятся все мощнее и мощнее. И если вы хотите получать с нее плоды, с этой лианы, а она дает вкусные плоды. Да, прекрасные кири. То тогда вам не нужно гнаться, и вы должны посадить два, допустим, растения. Потому что для того, чтобы получить крупные плоды, вы должны за ней ухаживать так же, как за виноградом. Любым плодовым кустарником. Да, да. Плодовым. Нет, но это, по крайней мере, мы можем попробовать на забор. Можем. Даже наш любимый, в кавычках, забор из металлопрофиля, актинидия... Актинидия тоже. Понимаешь, она не будет у тебя узкой, как условная книжная полка или стеллаж. Она у тебя будет раскидываться на 1-2 метра в каждую сторону. Ну, Леониды не за это, как раз. То есть, если ты посадил около дорожки, думая, что вот тут так удобное место вроде есть, то кончится все тем, что у тебя дорожка почти не останется. Ты будешь ходить сквозь зарослей этой актинидии. Как хорошо. Да, только тебе будут, так сказать, ты будешь получать побегами, которые будут метра на 2 свисать вбок. Нет, побеги укорачивают, это как с яблони. Я буду как с яблони. Но в любом случае все равно. Ну, просто надо понимать, что, во-первых, крупные лианы, они действительно крупные. Это вот та же история, что не надо их сажать так, чтобы потом в джунглях сидеть. Вот как совершенно верно Лада замечала по поводу беседок. Да, 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 да. Но это вот с девичьим виноградом. Очень любят посадить рядом с беседкой. Святое дело. Святое дело. На шпалерку. На шпалерку, да. Но потом вы должны понимать, ну, многие уже знают, наверное, эту историю, когда вы берете ножницы и внутри все это выстригаете. Потому что виноградевич с упорством засовывает туда усы побеги и пытается везде найти себе новое пространство для жизни. Ну, агрессивное растение. Ну, давайте поговорим, да. Вот я иду так, знаете, от более известных к малоизвестным. Давайте. Сейчас у нас внезапно в центре самый, наверное, известный лиан, тоже, который практически уже у всех есть. Это клематисы, они же княжики, через слэш или в кавычках. Я бы сказал так. Наверное, нам вообще нужно разделить лианы на древесневающие и травянистые. Две большие группы. Большая часть лиан, которые мы выращиваем, это древесневающие лианы. А еще и на многолетние, однолетние можно. Ну, мы же так сейчас только умноголетние. Это более-менее те же клематисы, большая группа, большой род. Можно разделить на клематисы, которые древесневают побеги. Эти побеги зимуют на опоре. Ну, зимующие, незимующие. И, соответственно, те, которые вы обрезаете осенью или весной. Это две большие группы. Вот, скажем, те же княжики, которые я очень люблю, они нормальные древесневые ущелья, но они прекрасно зимуют, большинство из них весьма зимостойкие, могут даже в принципе в контейнерах зимовать крупных. Я имею в виду княжик сибирский, княжик альпийский. Да, они отлично зимуют, действительно, я их использовать очень люблю в качестве акцентов много где, они хорошо, мною я их очень люблю использовать в качестве почвопокровных растений, а в сухих местах особенно возле деревьев, то есть там где вообще уже под этими березами несчастными, где там старые деревья, там высаживается княжик. Там где уже и травка не растет. Да, ну кроме мха ничего нет, ну вот отлично там. Ну вот да, мне кажется, это и в первый в мир, да, то есть это и на заборы, и к дому, и почвопокровное, и на березу повесить, и яду не сломают. Да, и при этом они очень нежно досмотрятся, хороший акцент дают, и вот у них красивые плоды действительно, которые пушистенькие такие. Ну из их недостатков, которые могут, ну вот Лада это не любит, я это как бы думаю, что это особенность, а не недостаток, это то, что у них не сбрасываются листва, и то, что вот этот вот моток, покрытый коричневой листвой и плодами, будет висеть до весны. Ну, на мой взгляд, в этом нет ничего особо антиэстетичного, потому что тот же бук, который в Европе и в более теплых регионах используется для стрижки живой изгороди, тоже не сбрасывает листья, и эти листья коричневого цвета висят до весны. Но я знаю, что далеко не всегда это нравится, поэтому я всегда показываю зимние фотографии и задаю вопрос, вот смотрите, как зимой, плохо или неплохо. Ну, понимаешь, ты вот это говоришь, что это моток проволоки, но потом, если ты его не обрежешь... А его не надо, а книжеки невозможно обрезать, когда ты начинаешь обрезать клематисы, в итоге все заканчивается тем, что ты обрезаешь какой-нибудь хороший побег, потому что вот это вот так вот. А потом его и не выносишь туда. Я вот сколько раз я не пытался обрезать, сколько раз я не видел эту обрезку, всегда это все кромсание. В любом случае их нужно направлять, потому что... Направлять, да. Да, и нельзя это оставлять, потому что рано или поздно у тебя все цветение будет там. У тебя будут вот эти вот побеги торчать непонятные, и вот этот моток проволоки ухейный. Но он начинается на высоте метра, в принципе, если ему хватает цвета, ему особо наверх листья не надо, он будет болтаться и с ним. Не, ну тут мне кажется, ассортимент клематисы сейчас довольно-таки большой. Ну да, здесь надо разделять. Можно на вкус и цвет подобрать, все. Кстати говоря, да. Есть кустовые вообще, есть вообще не лианы. Есть борщевиколистный клематис, который привозили вот... Есть клематис просто листный, который тоже многолетненько используется. Есть клематисы с побегами, которые опираются на... Растут на лугах и опираются своими побегами на соседние многолетники. Вот очень много. На травинке буквально. Ну там такие травинки иногда, знаешь, что на них люди могут опираться. Помпасские травинки такие. Ну просто надо понимать, что это очень большая группа. И даже среди клематисов, которые условно травянистые, которые не зимующие побеги, есть довольно много видов и сортов, которые цветут на побегах этого года, но при этом имеют небольшие цветы, а поскромнее, если вам вдруг не нравятся вот эти вот цветовые пятна. Если нравится, тогда без вопросов. Слушайте, ну и потом вот Лиана, которую, мне кажется, вообще любят абсолютно все, не знаю, как вы. Она немножко такая бабушкина, немножко старенькая. Сжимолость каприфоль. Каприфоль? Да. А почему бабушкина? Ну, слушай, она довольно-таки давно в наших садах существует. То есть, это не какая-то новинка. Если вот на большинство клематисов и княжиков, в том числе, это какие-то веяния последних лет, какие-то сорта такие довольно-таки новые, то вот, собственно... Ну мне каприфоль нравится, она пахнет. Очень давно, она пахнет, в ней роится огромное количество насекомых. Да, у нее красивый цвет листвы, очень такой приятный. Да, сейчас у нее есть сорта. У них много сортов, да, но вот я видел такой недостаток, что часто у них листья портятся к концу июля, то есть, здесь надо смотреть. Я вот такие видел примеры, то есть, она действительно перестает быть декоративной совершенно. Немножечко мучнистая роса, как бы. Наверное, да, наверное, поражает мучнистая роса. И кроме этой жимолости есть еще виды. Жимолость Тельмана, жимолость Брауна. Они под вопросом не везде, но тоже зимуют. Мне немножечко более уже прихотливы к климатическому зону. Да, да, да. У меня какая-то из таких жимолостей растет. Первые годы она обмерзала по уровню снега, потом набрала массу. И теперь, ну, все закончилось тем, что она сломала литний душ. К вопросу о лянах и на оборе. И теперь просто растет на него. Я опять же таки спрашиваю, мы можем декорировать ей забор или нет? Можем, можем, можем. Можем, но... Каприфоль не сломает забор. А это покрупнее, да. Это может сломать. Ну, ее немножко, мне кажется, надо подвязывать, потому что она не очень хорошо цепляется. Нет, она вьющаяся, она будет среди дырок, щелей забора, будет проходить. Но она, конечно, будет наверху раскидистой, как они все. Они всегда, ляны, выпускают длинные побеги, которые совершают движения и ищут опору. Но она не очень цепкая. Если у нее нормальная опора, она заплетется. Нет, 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 нет. Она с землем обматывается. А, кстати, травянистые ляны, господи. Может быть, можем что-то? Можем сказать, смель имеет красивую бесту. Он арестивный рас для меня. Во-вторых, он на зиму отмирает. И это все надо, наверное... Срезал и в компост. Срезал и в компост. Оторвал, снялся. Ну, вот смелим. Мне очень нравится его сорта ОРЭ. Форма с желтой-зеленой листой. Очень красивой, солнечно-яркой. Надо сказать, что уже к концу июня она заплетает стену высотой метра четыре. После этого... Довольно агрессивная штука. У нее быстрый рост, да. И вот такие штуки не надо сажать около забора. Я знаю, что есть идея над калиткой сделать арочку, посадить ляну. С этим тоже надо быть осторожным, чтобы потом не ходить, получая ляну. Ляной по лицу. А вот некоторые ляны такие, как хмель. Они еще очень шершавые. Это неприятно. Но, конечно, на зиму его надо убирать. То есть на зиму, поскольку это травянистая ляна, у нее отмирает стебель. Ее можно либо весной срезать, либо осенью. В принципе, если она провисит всю зиму, опять же, это масса коричневой, засохшей листву, шишечками. Ну вот, как бы, кому нравится. Есть еще прекрасная ляна. Мне она очень нравится. Я ее очень люблю и часто использую в проектах. Это гортензия черешковая. Черешковая. Прекрасная. Да, прекрасное растение. Вот как раз прям, мне кажется, идеальное растение для нашего, ну, для северо-запада. Для нашего забора. Для нашего забора. Для нашего дома. Для нашего всего. Ее можно использовать, опять же, как пофиловокровное, отличное растение. Она довольно небыстро нарастает, особенно в начале. Но после того, как она достигнет там высоты метра, она довольно бодренько начинает разрастаться. Цветет она. Цветет она тоже далеко не на первый год. Гортензия черешковая, так же, как плющ обыкновенный, крепится к опоре с помощью воздушных корней. Поэтому ее можно сажать около стволов деревьев. И она очень красиво забирается на деревья, создавая вот этот вот рисунок ветвей. Так же она очень любит кирпичные заборы, каменные влажные стены, деревянные заборы. В общем, то место, где можно закрепиться корнями. К металлическим каким-то опорам она тоже крепится, но все-таки нужна какая-то шершавость. Вот чистый металл она все-таки не любит. Наверное, сажать ее около забора из профлиста с той целью, чтобы она его заплела, не самая лучшая идея. Лада сажала, у нее неплохо получилось. Я сам удивлялся. Да-да, но там просто, во-первых, забор из профлиста. Там нет. Там стоят столбики. Там в тене он. Он в тене и не нагревается. А гортензия вообще не очень любит это яркое солнце. Нагреваться. И нагреваться не любит, конечно. На нас еще замечательно смотрится, как почвопокровное растение. Потому что она как стифонандра образует такие облачка, холмики такие. И смотрится просто вот хорошим таким почвопокровным. Да, она растет таким кустарником. Да, при высоким растениям, между прочим. Ну и два растения, которые довольно-таки редко встречаются, мне кажется, если мы говорим о многолетних лианах. Это лимонник и лунно-семенник. Они немножечко такие, мне кажется, чуть капризные. Может быть, поэтому они не получили широкого распространения. Но, мне кажется, тоже незаслуженно забытые. Во-первых, лимонник – это, опять же-таки, тоже еще и плоды, которые можно использовать в хозяйстве. Мы любим что-то использовать в хозяйстве. Но с осторожностью. С осторожностью. Он съедобный, но его нужно не злоупотреблять. Да, ну, это чай, чай заваривают. Его еще можно побеги заваривать. А лунно-семенник прекрасно цветет и прекрасно завязывают тоже красивые, очень декоративные плодики. У них есть какие-то подводные камни. Я слышал, что они разрастаются сильно. У меня лимонник пока малыш, поэтому я не знаю, как он себя ведет. Когда достигнет полувозрелости. Да нет, нормально. Это не такая мощная лиана. Он не очень быстро растет. Единственное, не забывайте, что когда вы сажаете лианы в клематисы, клематисы высаживаются, в общем, как розы. То есть, должна быть посадочная яма. И гортензия нужно делать, заправлять. Недоманкировать вот этим. Да, да. Нельзя воткнуть просто. Погротехнику. Да, иначе вы будете очень-очень и очень долго, а можете вообще не дождаться, когда у вас это будет. Ну, к забору неплохо. Обе телеваны идут прекрасно. Они не раздавят никакой забор. Будут там неплохо, хорошо смотреться. Да, мы еще забыли о том, что у нас минимум два вида винограда может расти. Во-первых, виноград амурский, который абсолютно устойчивый. Из которого, кстати, умудряются даже вино делать. Да, он прекрасно плодоносит. Да, очень поздно уже. Кушать его не очень хорошо, потому что у него очень маленькие плоды и большие косточки. Есть сорта сейчас очень хорошие. Сорта-то, да. Я имею в виду видовой. Видовой, да. И второй японский вид тоже вполне себе неплохо себя ведет. Винограды сейчас стали появляться. Но это крупные лианы, кстати. Да, да. Крупные лианы, действительно. Вот, кстати, да, ты же вспомнил по поводу травянистых лиан. Да, мы сейчас сосредоточились немножко на других. Но, тем не менее, да, у всех наверняка в саду заводится то, что они называют вьюнок. Вьюнок, который... Калистегия. Калистегия, не путается помеи. На самом деле, их несколько видов, несколько родов. Но вот тот, который самый злостный крупный сорняк, это калистегия с достаточно большими цветами, почти как мы и помеи. Да, и при этом это корневичное растение, и это все достаточно сложно политься. Ну, кстати, у нее есть сорт с махровыми цветами, но, в общем, наверное, сажать нужно с осторожностью. Нет, я бы не стала вообще использовать, и с осторожностью не стала. И насчет прополки я бы тоже очень аккуратно и не пропалывала бы. То есть, мы в этом году убирали это растение из сада, потому что его там пропалывали, и допропалывались до такой степени, что оно везде. Дарылись до Китая. В компост складывали корневища. Это ужасно, это просто ужасно. Причем это вещь, которая действительно заплетает все, и валит там, не знаю, и гортензии, и все подряд, и все цветники в этой. Невозможно. Поэтому мы это все аккуратно распутывали, мазали раундапом, заворачивали в фольгу, чтобы не отравить ни собак, никого, и чтобы это долго действовало. И таким образом... Ну вот хозяйка на заметку, да, совет ландшафтного дизайна. Очень осторожно с этой дизайной лианой. Не очаровываться граммофончиками, а понимать, что да, потом она себя отношена. Древенистая лиана из семейства тыквенных, тлодианта, может быть, тоже слышали, тоже корневищная. Тлодианта для меня... Проспекте, там были контейнеры, где-то зимовал. Шикарно. Слушайте, ну я еще хотел... Вот у меня не дает покоя одна лиана, которой у меня в саду нету, но я очень хотел бы ее завести, которую уже упоминалось у Нелада. Это киркозон, или по-другому аристолохи. Да, да. Она почему-то у нас не получила распространение в садах, хотя растение довольно-таки старое, и ботаникам, узкому кругу ботаников и ландшафтников, известное хорошо. Вот, недавно Лена Полякова у нас, да, делала замечательный вебинар, посвященный городскому озеленению, и говорила, что вообще, в принципе, растение очень перспективное для городского озеленения. Городского озеленения. Потому что оно вымахивает просто на десятки метров, покрывает стены, и если ей дать хорошую опору, то она прям вот образует такой натуральный, красивый, хороший сайдинг, и создает конкуренцию девичьему винограду. И вообще, вот как вы оцениваете потенциал данной Лианы? Стоит ли ее заводить, например, на дачных наших участках? Их два вида все-таки. Надо упомянуть, что их два вида. Это киркозон крупнолистный, который к нам обычно импортируется из Европы. И второй вид, который сложнее найти в культуре, это киркозон маньчжурский. И, как я понимаю, киркозон маньчжурский намного более зимостоек, чем крупнолистный. Хотя крупнолистный, по моему опыту, тоже, в принципе, нормально зимует. Это зимует, а не опыт нормально. Ну, в Питере-то да. Но ведь у нас не только Питер. Скажете, на забор это... Нет, нет. Мы обсуждали не так давно с москвичами, которые как раз не очень любят крупнолистный, потому что считают, что он хуже зимует. Вот так вот. Ну, вот его используют... Это все-таки городской... Ну, другой масштаб. Это не частный участок. Ну, да, это не одноэтажный дом. Не одноэтажный дом, не двухэтажный дом. Это должны быть металлические опоры или бетонные опоры. Ну, подождите. Это крупное растение. Если я на свой деревянный дом, посажу киркозону, что он его сломает, что ли? Ну, скажем так, когда конструкции деревянного дома придут уже в негодность, это поспособствует слому дома. А, во-вторых, как ты будешь его снимать? С лианами есть еще одна проблема, которую вот очень часто мы увидим, что жалуются жители центра города о том, что у них была прекрасная стена Бранмаура, завитая девичьим виноградом, и пришли коммунальные службы, все снесли для того, чтобы эту стену покрасить. Это вопрос культуры пользования. К сожалению, да. И крупная лиана, когда вы будете делать капремонт, вам придется что-то с ней делать. Либо просто забыть о том, что вы будете ремонтировать этот дом. Либо у вас материалы стены позволяют забыть об этой стене на десятилетия. Ну, если мы говорим о кирпище. Либо как-то аккуратно подумать, что с ней делать, с этой лианой, когда вы будете ремонтировать. Ну, что это серьезно надуго. Ну, смотря как. Коммунальные службы в Питере регулярно это все срывали, потому что она им мешала. Ко всему надо подходить с умом. Как правильно вы уже заметили, любой лиане лучше не полагаться, что она заплетет самостоятельно забор или дерево, а сделать для нее шпальеру, металлические тросы, создать какое-то крепление, которое выдержит вес этой лианы, которое, может быть, не помешает уходу за этой стеной. И тогда, наверняка, к сожалению, в любом случае надо понимать, что вот эти вещи, они вступают в какие-то отношения. Безусловно. Ну, это же природа, да. Ну, если вы фасад планируете красить каждые пять лет, то, конечно, какая лиана на этом фасаде возможна в нормальном состоянии. Лиана и фасад. Ну да, тут надо сделать какой-то очевидный... Лиана и фасад. Уважаемый эксперт, слушайте, огромное вам спасибо. Надеюсь, что вы помогли. Мы забыли еще про мозаичные листья, которые защищают фасад от дождя, или наоборот, устраивают ему влажность. Просто есть такое мнение, что лиана на фасаде портит фасад дома. На самом деле, листья лиан часто вот так друг на друга, как черепица укладывается. Эта мозаика, она наоборот не дает фасаду намокать при косом дожде. Как сайдинг. Но при этом... Но при этом там поселяются водоросли, это все такое зеленоватое стало уже. В любом случае выше. Так что минус на минус. Что лучше, что хуже, я не знаю. Всегда есть подвох, но это нормальная ситуация. Да, но вот опять же, если у вас дом из кирпича, если это кирпич не... Нормальный кирпич. Да, дом страшненький, его нужно прикрыть. Да, у Лиана это идеально, который присосется. Да, девичий виноград, живность киркозу. Но они очень красивые. Конечно. В Финляндии пускают же винограды. Спасибо вам, уважаемые эксперты. Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа была полезна не только мне, но и нашим зрителям мы сегодня достаточно много узнали про Лианы, как использовать их и в ландшафтном дизайне, стоит ли их сажать к забору, к дому, к беседке или использовать исключительно в городском озеленении. Я надеюсь, что эта информация пригодится. Всем будут, безусловно, вопросы. Надеюсь, что на эти вопросы вы ответите под роликом или если тема будет достаточно большая и интересная, мы запишем что-то еще. А от нашей Лены Поляковой мы ждем киркозона с арестолохией. Я все-таки, несмотря на ваше предостережение, рискну попробовать это растение у себя и посадить к дому. И княжики. И клематисы. Княжики, безусловно, княжики. Лена, если ты смотришь наш ролик, вези нам княжики, киркозоны, арестолохии, вези все. По крайней мере, три покупателя у тебя уже сегодня есть. Ну и думаю, что может кто-то из наших зрителей тоже присоединится. Грузите ананасы бочкой. Да, на этом все. С вами был канал Европлант Лайф. Наши эксперты Лада Кулыгина и Виктор Тропченко. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин